Музей-усадьба Владимира Набокова в Рождествено – одно из исторически значимых мест не только для ценителей русской литературы. С 1941 по 1943 годы в этом здании располагались фашистский дорожный отдел и инженерная часть немцев. В каждом экспонате постоянной экспозиции отражены человеческие судьбы. Фото героев и тех, кто так и не дождался победы – воспоминания партизан и узников в концлагерей, один из которых располагался прямо в селе Рождествено. В 1941 году территорию в 650 квадратных метров очистили от местных жителей и обтянули колючей проволокой. За два года здесь погибло около 5000 человек. Мы с вами находимся на территории, которая была занята Рождественским концлагерем, в котором находились не военные лица, а гражданское население и довольно большая территория. И сейчас здесь вот в связи с этим находится вот этот вот мемориал, который посвящен именно жертвам, погибшим людям, которые погибли в течение Великой Отечественной войны, нашим односельчанам, а также множество неизвестных лиц, которые здесь также лежат в безымянных, можно так сказать, могилах. Рождественно знаменито еще и мощным партизанским движением. Некоторые улицы в населенных пунктах Гачинского района ежедневно напоминают о народных героях. Коля подрядчиков такой, в общем-то, известный, потому что даже одна из улиц Гачина также носит его имя. Но в силу того, что это был юный герой-партизан, то есть он был совсем маленький, можно так сказать, мальчик, 15-15 лет, и тоже вот даже люди, молодые люди, считая практически дети, были, можно сказать, охвачены вот этим движением. Сегодня на мемориале, посвященном погибшим в концлагере Рождественно, всегда лежат свежие цветы, как свидетельство того, что никто не забыт и ничто не забыто.